Добрый день! Меня зовут Татьяна. Мне 42 года. Родилась и выросла в чудесном городе Мариуполе. Вся моя жизнь, все детство, сознательная жизнь прошла здесь до 15 марта этого года. Вся моя жизнь, жизнь моих близких, жизнь жителей нашего города поменялась 24 февраля 2022 года. В этот день мы с мужем утром встали раньше обычного, чтобы посмотреть новости и узнали, что в Киеве прогремели взрывы. И этот убийца Путин объявил о начале войны. Накануне вечером 23 февраля после поступающих новостей. После того, как мы узнали, что все посольства вывозят своих сотрудников, много было разных новостей с опасениями, с тем, что были войска на границе. Мы решили все-таки собрать вещи. Это были три рюкзака. Один рюкзак с документами, второй и третий рюкзак — это для подвала. В первом из них были вода, какой-то минимум еды, в основном это шоколад и какие-то сладости на два-три дня, чтобы можно было продержаться. Во втором рюкзаке были медикаменты, бинты, шприцы, все медикаменты, которые могли бы нам понадобиться. Смена одежды, теплые кофты, шапки и батарейки, фонарик. Итого, три рюкзака. Мы сели завтракать и услышали взрыв и увидели вспышку из своего окна. Живем мы на западной окраине города. Это все было в районе аэропорта, как потом мы узнали его и обстреляли. Стало очень страшно. Пошли на работу, уже в это время начали обстреливать восточный район нашего города. Я уже говорила, мы живем на западной окраине. Наш дом самый высокий в округе и первый при въезде в город. Мы понимали, что мы находимся в опасности и после работы решили перебраться к маме мужа в центр города. В городе начиналась уже паника. Очереди на заправках, очереди в магазинах, аптеках. Все это сопровождалось звуками взрывов, пока еще не таких близких, не в центре города. Но уже мы отчетливо это все слышали. На следующий день к нам приехали друзья с восточного района нашего города. Там уже весь район был обстрелян с маленьким ребенком. И с этого дня мы уже жили восьмером в трехкомнатной квартире и двумя окошками. Несколько дней прошли относительно одинаково. Были постоянные обстрелы. Мы ходили в подъезд, в коридор, в подвал, когда, как успевали. Если это мы спускались в подвал, то эти три рюкзака, они стояли у нас все время возле выхода из квартиры. Мы сразу их собирали с собой, потому что не знали вернемся мы или нет. 1 марта отключили электричество и практически сразу отопление. Очень сильно стали обстреливать из градов. Становилось все страшней. С каждым днем мы все больше научились понимать, из каких орудий обстреливают грады. Это минометы. Когда прилетает, когда улетает. Было очень страшно. После этого отключили воду и газ. Какая-то аномально холодная весна в нашем регионе выдалась. Никогда у нас не было такого, чтобы в начале марта у нас было минус 10. Но эти холода все это время было очень сложно, было очень холодно. В квартирах, если это были хорошие окна, то плюс 10, плюс 8. Если у кого-то были старые окна, и то это было 2 градуса. Готовили мы еду на костре. За водой ходили на родник идти в каждую сторону где-то по полчаса. И очередь там от двух часов бывало больше, потому что очень многие люди со всего района приходили туда набирать воду. Страшно было стрелять. Все это время не прекращали. В один из дней, начало марта, готовя на костре лепешки из муки и воды, так как еды было ограниченное количество очень, мы услышали очень сильный свист. Мы понимали, что это что-то летит, и упали на землю, зажмурились. Все, больше мы ничего не успели, никуда побежать, ни о каком подвале речи не шло, потому что это было несколько секунд, и раздался очень сильный взрыв. Это прилетела ракета в крышу соседнего дома в метрах 50 от нас, но нас защитил угол дома, за который мы успели лечь. Было очень страшно, ну, невозможно описать словами. Вот просто лежишь и молишься, чтобы это пролетело мимо, чтобы это не упало прямо перед тобой, потому что понимаешь, что выжить просто не получится. Такое же самое, даже больше, мы пережили еще один раз, буквально на следующий день, но это уже был авиаудар, и он пришелся в этот же дом, прямо в середину дома, половина дома была разрушена, были пострадавшие, погибшие. Опять мы были возле костра, потому что приходилось каждый день готовить еду, каждый день приходилось греть воду, чтобы выпить чаю, потому что было очень холодно. Связь пропала с начала марта. Чтобы узнать какие-то новости, нужно было идти через полгорода, под обстрелами, где-то от 40 минут до часа, ну, когда больше, когда меньше, в зависимости от обстановки в городе, но стреляли все время. На тот момент стреляли уже со всех сторон, западной, с восточной, уже ближе к центру, по всем районам города, так как это были ракетные удары, то есть это, ну, это было хаотично. Каждый раз, проходя по городу, ходить приходилось пешком, видели разрушения, и с каждым разом они становились все больше и больше. Если вначале это были только выбитые стекла, какие-то небольшие разрушения на проезжей части, на тротуарах, то с каждым разом это были уничтожены, там части домов, крыши, попадание в квартиру. Уже были первые выгоревшие, которые мы видели, квартиры. Ну, и с каждым днем это восстановилось все больше. В округе уже практически не осталось ни одного дома с целыми стеклами. Это были сгоревшие машины на перекрестках, это были мертвые люди, которых не убирали с улицы, потому что некому было это делать. Где-то в десятых числах марта в одном из подъездов нашего дома под крышей кому-то удалось словить связь. И начали все люди туда ходить, и мы в том числе, чтобы хоть как-то какие-то новости узнавать, потому что дозвониться до родных было невозможно, связи по городу не было, но хоть какие-то новости, хоть какие-то по районам, кто-то выкладывал какие-то фотографии. Вот так мы пытались узнавать какие-то новости. Они были, конечно, страшные, разрушения везде, жертвы, удары, фотографии по стране, все происходило, все то же самое, было очень страшно. К этому времени мы уже узнали, что наш дом разрушен, сгорел. Дом наших родителей, моих родителей тоже был разрушен полностью, сгорел. Хорошо, что мы успели их вывести к этому времени. Было очень страшно за близких, потому что связи абсолютно никакой с ними не было. Возможности пробраться к ним, они находились в другом районе, тоже не было. Жили в проголодь, делили на всех еду, ели очень мало, так как не знали, сколько времени нам еще придется находиться в таком положении, потому что уже много времени прошло, ничего не менялось, продуктов не было. Магазины к этому времени уже были все разграблены, то есть продуктов не было абсолютно нигде. На тот момент мысли даже были не о разрушенном жилье, жизни, отсутствии воды, еды, холоде. Просто хотелось выжить, хотелось жить, хотелось, чтобы выжили все родные. Все прежние проблемы казались какими-то такими ничтожными, мелкими. Ну вот желание было одно. Желание было только жить, выжить. Все, больше ни о чем другом никто думать не мог. И был дикий страх. Особенно был страх самолетов. Его не слышно. Просто вот на фоне бывало полного спокойствия, тишины, раздается очень сильный взрыв. И все. Потом уже начинали слышать гул. И мы уже бежали, прятались, куда успевали, потому что понимали, что после первого взрыва будет еще обычно либо два, либо три. Скидывали бомбы, ракеты, одиночные редко. Вот ненавижу самолеты, ненавижу всех тех людей, которые с нами это сделали. Наш город цветущий, развивающийся, разрушен, разграблен мародерами, уничтожался каждый день градами, ракетами, бомбами. От нашего города не осталось абсолютно ничего. Но самое страшное, что очень много людей погибло. Никто не знает реальной цифры. Никто не может найти своих родственников. Их просто хоронят во дворах. Их просто скидывают в общие ямы, закапывают, даже не зная, кто это. Я не знаю, будет очень сложно найти людей. Ну, это очень страшно. 14 марта очередной раз полезли под крышу посмотреть новости. И узнали, что в этот день 150 машин выбрались из города. Это была такая новость. Было написано, что это неподтверждённый коридор, что никаких гарантий нет, но людям удалось выбраться. Мы стали очень быстро собирать вещи. Они у нас так были в рюкзаках собраны, чтобы 15 утром пробовать бежать. Обстрелы стали такие, что мы понимали, что если мы останемся ещё хоть на день, мы умрём. То есть лучше попробовать прорваться, но выжить, чем оставаться здесь и просто ждать своей смерти. 15 числа мы выехали в 12 часов. Со всех сторон ехали машины. Все в наклейках, дети, все с белыми лентами, простынями, полотенцами. Везде, где можно было их привязать. К зеркалам, к дверям, на крыше из багажников выглядывали. Это был как просто муравейник. Со всех сторон машины они были без стёкол, горевшие, с дырками от осколков. Иногда перевязанные чем-то. Иногда просто думали, что очень сложно вообще представить, как они двигаются. Это были машины на спущенных колёсах. Все просто хотели выбраться из этого ада. Все бежали, потому что хотели жить. Наша дорога длиной около 300 километров заняла около двух суток до Запорожья. Многие, выехав из города, поехали в Бердянск, потому что уже начало темнеть. Мы знали, что в следующем пункте будет комендантский час. Но мы не могли повернуть на Бердянск, просто потому что бензина у нас бы потом не хватило добраться дальше. Мы вынуждены были ехать вперёд. Не доехав до Токмака, всех развернули, кто ехал, и сказали, что нужно где-то съехать с дороги, переночевать в поле, потому что комендантский час в городе и дальше не пропустят. Пришлось провести ночь в поле в минус 10. Печь в машине, естественно, мы не могли включить, потому что у нас не было бензина, две кошки. То есть хорошо, что мы на всякий случай кинули пледы в машину. Было очень холодно, как никогда не было холодно. Но это было не так страшно. Мы были живы. Мы понимали, что мы едем в жизнь, скажем так. На следующий день мы добрались до Запорожья. Мы спаслись. Но это было такое тяжёлое ощущение того, что в городе осталось много знакомых, в городе осталось очень много людей, которых мы знаем, и о многих судьбе мы не знаем до сих пор ничего. Очень было странно видеть работающие магазины, видеть людей, которые просто ходят по улицам, которые заезжают на заправки. Заправка — это для нас было на тот момент что-то там жизнеподобное, потому что для многих людей в городе и сейчас, и тогда отсутствие бензина сыграло роль очень большую, потому что они просто не могли из-за этого выбраться. Его нигде нельзя было купить, ни за какие деньги вообще. Сейчас приходит осознание того, что дома нет, работы нет, прежней жизни нет, людей нет. Вопрос, который очень часто задаю себе, — это за что? За что? За что так с нами поступили? В чём виноваты мы, в чём виноваты жители нашего города? За что? На данный момент в городе осталось очень много людей. Осталось очень много людей с инвалидностью, которые физически не могут выйти, выехать. Осталось много людей с детьми, в том числе с грудными детьми. Много из них не могут выехать, потому что разбомбили дома, разбомбили их машины. Ну, они отрезаны по сей день. Обстрелы продолжаются, бои продолжаются. Российские оккупанты много бед принесли нашему городу. Некоторые районы уже оккупированы ими, людей насильно вывозят в Россию. О судьбе их тоже неизвестно. Вчера я узнала новость, наверное, самую лучшую за последний месяц. Мне сообщили о том, что мои родные живы. Больше на данный момент я ничего не знаю. Но это, наверное, самая важная новость для всех людей, родственников, которые остались там. Знать хотя бы, что они живы. То есть не всё в порядке. Опасность сохраняется, бои идут, бомбы летят. Всё это сейчас происходит в городе. Я очень вас прошу, помогите Мариуполю, спасите людей. Там очень сложно. Мариуполь — это Украина. Мы держимся до последнего. Русским хотела бы сказать одно. Не нужно нас спасать. Не нужно нас ни от чего спасать. И напоследок. Русский корабль. Иди нахуй. Русский корабль. Русский корабль. Продолжение следует...